МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также Борис сказал, Борис сделал. Лондон и ЕС договорились об условиях нового соглашения о выходе Британии из Европейского Союза. Сверим часы по-настоящему времени из студии в Вашингтоне. Вас приветствую, я, Роман Мамонов, в ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. Сегодня дипломаты по обе стороны Атлантики, журналисты и эксперты в области международных отношений вчитываются в документ, который грозит лишь новым обострением отношений США и Турции. В СМИ утекло письмо Дональду Трампу Риджепу Таипу Эрдогану. Написанное в, мягко говоря, совсем недипломатическом языке, чего стоит только фраза «не будьте дураком», послание лишь повышает напряжение между Вашингтоном и Анкарой на фоне отказа Турции от прекращения военной операции в Северной Сирии, угрозы новых санкций со стороны Вашингтона и визита вице-президента Пенца и госсекретаря Помпео в Анкару. Илья Колосов следит за драматичным развитием всей этой истории. После ухода американских военных из Северной Сирии ситуация там менялась очень быстро. Уже во вторник контроль над важнейшими городами Манбитши и Кабани осуществляла сирийская армия, которая опирается на поддержку России. Этот факт позволил Дональду Трампу отвести одну из главных претензий о том, что США бросили своих братьев по оружию курдов. Честно говоря, если Россия собирается защитить курдов, это хорошо, а не плохо. И это будет сделано вместе с Сирией. Сирия не хочет, чтобы Турция забрала ее землю. И я могу это понять. Но какое это имеет отношение к США, если борьба идет за землю Сирии? Неужели мы должны воевать с членом НАТО, чтобы Сирия, которая не является нашим другом, сохранила свою землю? Я так не думаю. Я думаю, что это не так. Национальная безопасность скажет, что если мы оставим курдов, это повредит нам в будущем. Исламское государство, скорее всего, вернется, а созданный нами вакуум заполнит Иран. Это катастрофа национальной безопасности США и кошмар для Израиля. Надеюсь, я ошибаюсь. А он прав. Но я обещаю, что если он будет продолжать делать то, что меня беспокоит, я привлеку его к ответственности. Точно так же, как в свое время президента Обама. Эксперты констатируют, что разлом политической дискуссии в США прошел уже не между партиями, а между администрацией Трампа и Конгрессом. Несмотря на разногласия по вопросу импичмента, парламентарии приняли в среду двухпартийную резолюцию, в которой выступили против отвода войск. После этого Трамп пригласил демократов и республиканцев в Белый дом, где и произошел первый скандал. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси покинула встречу, поскольку президент якобы оскорбил ее. То, что мы видели со стороны президента, было крахом, к сожалению. Он оскорбил ее. Она сохраняла хладнокровие, но он назвал ее третисортным политиком. Я считаю, что это нельзя назвать диалогом. Это была своего рода обличительная речь, не имеющая отношение к фактам и к борьбе с исламским государством, которое стремится навредить Соединенным Штатам. В трактовке республиканцев произошедшее выглядит иначе. Они возлагают ответственность за преждевременное завершение разговора на саму Пелосию. Единственное, что произошло на этой встрече, это то, что представители демократов встали и ушли. Нравится им, что говорят или нет, но во времена кризиса лидеры должны оставаться и работать над решением проблемы. В моем понимании это и есть лидерство. Не избегать проблем. Большое спасибо. Сразу по завершении встречи с конгрессменами Белый дом опубликовал письмо Трампа к Эрдогану, которое было написано еще 9 октября. В нем президент США предостерегает своего турецкого коллегу от необдуманных действий в Сирии. Давайте заключим хорошую сделку. Вы же не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей? А я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики. Не подводите весь мир. Вы можете сделать очень много. История скажет вам спасибо. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком. Это более чем понятное предупреждение, которое некоторые восприняли как скандальное, было в среду подкреплено заявлением Совбеза ООН. После своего закрытого заседания его члены выразили глубокую озабоченность по поводу риска рассеивания террористов из исламского государства, а также обеспокоенность риском дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии. Мы продолжаем призывать Турцию предпринять следующие важнейшие шаги. Прекратить подрыв кампании по разгрому исламского государства. Прекратить подвергать опасности гражданское население. Прекратить угрожать миру, безопасности и стабильности в регионе. Прекратить наступление и немедленно объявить о прекращении огня. Трудно сказать, что повлияло на решение Эрдогана. То ли набравшая ход глобальная кампания осуждения, то ли невозможность дальнейшего военного продвижения после прихода россиян. Но в четверг турецкий президент принял вице-президента США Пенса. Несмотря на то, что днем ранее заявил об отказе встречаться с кем-либо, кроме Трампа. Итоги состоявшейся встречи пока не обнародованы. Илья Колосов, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка. Отмечу, что Пенс также должен был дать пресс-конференцию, которую по-прежнему переносится. Мы ждем ее в ближайшее время. Отмечу, что буквально только что агентство Reuters сообщило о том, что в американский сенат группа республиканцев-сенаторов внесла законопроект о жестких санкциях, достаточно ширкомасштабных, против Турции, за наступление в Сирии, а также за покупку России ракетных комплексов С-400. Одним из авторов этого документа стал Линд Сегрем. Будем следить за развитием этой истории. О введении санкций против Турции, кстати, из-за военной операции в Сирии, сейчас раздумывают и в Европейском Союзе. Многие страны уже заморозили военные контракты с Анкарой. Но, как говорят эксперты, это только начало. Уже звучат призывы к полной заморозке переговоров о членстве Турции в ЕС. Впрочем, сегодня главная тема в Старом Свете. Все-таки не столько Турция, сколько Брекзит. На саммите лидеров ЕС объявлено о достижении нового соглашения с Лондоном об условиях выхода страны из Союза, который формально намечен на 31 октября. О прорыве в переговорах с места событий готов сообщить Григорий Жигалов, собственный корреспондент в настоящее время. Время, Григорий, приветствую. Если я правильно понимаю, произошло голосование со стороны членов ЕС. И знаем ли мы вообще, в чем суть новой версии соглашения? Приветствую, Роман. Действительно знаем суть ее собеда. Вот это новое соглашение. 60 страниц журналисты, эксперты, аналитики. Вот просто, ну, уже, наверное, наизусть выучили, пытаясь понять, о чем же все-таки договорились. Если коротко, суть в том, что удалось решить главную проблему Брекзита. Границы между Ирландией и Северной Ирландией не будет. Ну, это не единственное решение, но принципиальное. Именно о нем говорят больше всего. Именно граница на острове была одним из главных камней преткновения всех переговоров вокруг Брекзита последних месяцев. Что решили? Северная Ирландия будет под особой юрисдикцией, если можно так сказать. Ну, так никто не говорит, но по факту получается так. До юра Северная Ирландия будет частью таможенной территории Великобритании, но там также будут действовать определенные правила Европейского Союза. За такой вот компромисс, которым довольны и Юнкер, президент Еврокомиссии, и Джонсон, премьер Великобритании, и Вараткер, премьер Ирландии. Давайте послушаем, вот что они говорят. Мы достигли соглашения, и это соглашение означает, что ни в каких отсрочках нет необходимости. Это взаимовыгодный сбалансированный договор, который является свидетельством нашему намерению находить решение. Он дает уверенность там, где Брекзит создает неуверенность. Он защищает права наших граждан, а также мир и стабильность на Ирландском острове. Я считаю, что это соглашение очень выгодно, как для ЕС, так и для Соединенного Королевства. Оно разумное, справедливое и отражает ту огромную работу, которую проделали обе стороны. Я согласен со словами Жан-Клода Юнкера о защите мирного процесса в Ирландии и в Северной Ирландии. И, конечно, для Великобритании это означает настоящий, соответствующий нашим стремлениям Брекзит. Это означает, что 31 октября Соединенное Королевство выходит из ЕС, сохраняя свою целостность. В настоящее время существует черновик договора между Европейским Союзом и Британским правительством. Я считаю, что это хороший договор, который позволит Соединенному Королевству выйти из ЕС организованным порядком. С переходным периодом, что очень важно для бизнесов и граждан как ЕС, так и Великобритании, а также создаст уникальное решение для Северной Ирландии, признавая уникальность ее истории и географии. В то же время, Роман, вот в самом Лондоне мнения разделились. Одни законодатели заявили о недовольной сделкой, а вот часть политиков уже предупредили, что соглашения в таком виде они не поддержат. Основная проблема заключается вот в чем. Да, де-юре Северная Ирландия остается под таможенной юрисдикцией Великобритании, но де-факто она будет продолжать оставаться частью таможенного союза ЕС. Фактически, таким образом появляется таможенный барьер между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства. Давайте послушаем, что говорят на этот счет Лондоне. Сегодня премьер-министр, похоже, заключил сделку с Европейским Союзом, который не дает нам полной свободы передвижения между Британией и Северной Ирландией, поскольку она создает границу в акватории Ирландского моря. Кроме того, в ней совсем не принимается во внимание наша озабоченность по поводу прав и их защиты, которую мы выражали как при Терезе Мэй, так и при Джонсоне. Мы считаем, что это соглашение ведет Британию в направлении к дирегулированному обществу, в котором национальное достояние будет продано американским корпорациям. Мы не можем поддержать это соглашение в том виде, в каком оно существует сейчас, и намерены выразить несогласие в парламенте в субботу. Теперь, когда я знаю о содержании сделки, я могу сказать, что она оправдала мое доверие. Это очень впечатляющее и позитивное соглашение, которое снимает недемократические ограничения и является огромным шагом вперед для всего Соединенного Королевства. В любом случае, в Брюсселе сегодня царит приподнятое настроение и осторожный оптимизм. ЕС обещает, что Европарламент может ратифицировать соглашение уже до конца месяца, о том, что соглашение не вызывает разногласий. Говорит тот факт, что часть саммита, посвященная Брекзиту, уже фактически закончилась. Порой она затягивалась до глубокой ночи, но вот сейчас уже прошла финальная пресс-конференция. Лидеры стран Европейского СССР готовятся приступить к другим вопросам, в том числе обсудить ситуацию на сирийско-турецкой границе. А вот вопрос соглашения о Брекзите уже по традиции отправляется через Ла-Манш, и именно там будут решать его судьбу, Роман. Григорий, но я все-таки не могу не спросить. В свете тех заявлений британской оппозиции, которые мы буквально только что слышали, в ЕС готовы к тому, что парламент провалит и эту версию соглашения о Брекзите? Роман, ну вы видели бы реакцию коллег, моих коллег тут в Брюсселе, когда пришла новость о том, что Лондону и Брюсселе удалось договориться от соглашения? Это было очень большой неожиданностью. Я бы сказал, что еще накануне мало кто в это верил, несмотря на то, что с самого утра в Брюсселе циркулировали слухи о том, что Лондон и Брюссель близки к соглашению. Поэтому я бы сказал, что в ЕС были готовы или готовились во всяком случае морально, что никакого соглашения не будет вообще. Теперь же, безусловно, это шанс, который, как надеется, в Брюсселе позволит избежать проблем, вызванных жестким Брекзитом. С другой стороны, да, вы абсолютно правы, нет никакой гарантии, что нынешнее соглашение не ждет та же судьба, что и соглашение Терезы Мэй. Поэтому в Брюсселе все с оптимизмом восприняли новости, но этот оптимизм осторожный. В то же время, вот в самой Великобритании есть довольно серьезный предохранитель от жесткого Брекзита, и о нем тоже нельзя забывать. Этот предохранитель принял британский парламент. Там есть закон, который запрещает выход без соглашения. Поэтому, если нынешнее соглашение не устроит законодателей в Лондоне, по-видимому, никакого жесткого Брекзита 31 октября все равно не случится. Но вот такие пока что прогнозы. Лондон все равно будет обязан попросить о новой отсрочке по в Лондоне же принятому закону. Ну и жесткий Брекзит в таком случае возможен только в том случае, если ЕС скажет, ну, камон, сколько можно, давайте, никакой отсрочки. Роман. О военной помощи Киеву, переговорами в обстрече Зеленского с Трампом и попыток Джулиани найти компромат на Байденов. Речь о послед США в Европейском Союзе с Оллендом. Наталка Песня уже вторую неделю следит за всем происходящим на Капиталистском холме. Наталка, приветствую. Ну, вопрос традиционный, который уже я задаю тебе все последние дни. Учитывая, что все слушания проходят за закрытыми дверями. Знаем ли мы хоть что-то о том, что Сонланд будет говорить или уже сказал? Да, Ром, знаем, за несколько часов до того, как посол США в Европейском Союзе Гордон Сонланд прибыл в Конгресс для дачи показаний. Произошло это ранним утром, около 9 часов утра. Так вот, около 6 утра американские медиа, это и Washington Post, и CNN, и политика, заявили о том, что они располагают документом, в котором, собственно, содержится вступительное слово посла, которое он намерен держать перед законодательным собранием даже за закрытой дверью. И учитывая то, что цитаты из этого вступительного слова совпадают, у нас нет оснований не доверять тому, что опубликовали эти уважаемые медиа в отношении Сонланд. Так, то, что нам удалось выяснить в первую очередь, это то, что Сонланд заявил, что он был несколько расстроен тем, что президент не оставил ему выбора, заставив сотрудничать с Джулианей, что тот в течение очень длительного времени, имея в виду Сонланд, не подозревал о том, что может быть на повестке дня и в сфере интереса вроде Джулиани, в частности, что тот может интересоваться тем, чтобы подтолкнуть украинцам к началу расследования против семейства Байдена. Согласно тексту вступительного слова, президент США также заморозил усилия по укреплению отношений между США и Украиной, в первую очередь дипломатических. Это сильно также расстраивало Сонланд, а и Трамп очень долгое время не хотел назначать время и место, когда он встретится с президентом Украины, пока тот не переговорит с его личным юристом. В то же время сам Зеленский, по мнению Сонланд, активно искал любую возможность для того, чтобы встретиться с украинским президентом. Давайте посмотрим, как именно это выглядит в документе, который им располагают американские медиа. Но я долгое время не понимал, что повестка господина Джулиани также может включать в себя усилия по указанию украинца начать расследование против вице-президента Байдена или его сына при участии украинцев, прямо или косвенно, в рамках кампании по переизбранию президента в 2020 году. В вступительном слове Сонланд также планирует обратить очень много внимания и времени тому, как происходила переписка между ним и руководителем, исполняющим обязанности главы миссии США в Украине Уильям Тейлором, особенно в отношении того, происходит ли заморозка военной помощи в обмен на какое-либо расследование в отношении Байдена. Так вот, Сонланд говорил, что, конечно же, он не знал о том, что подобная заморозка может каким-то образом происходить и считает, что в целом подобный обмен был бы неправильным. Давайте посмотрим, как он об этом говорил. Я хочу очень четко прояснить один момент. Побуждать иностранное правительство проводить расследование с целью повлиять на грядущие американские выборы было бы неправильным. Удерживать иностранную помощь с целью надавить на иностранное правительство, чтобы то предприняло подобные шаги, было бы неправильным. Я не принимал и не принял бы участия в подобных действиях. По моему мнению, предоставление Украине помощи в сфере безопасности было в наших самых жизненно важных интересах. И в этом процессе не должно было быть отсрочки ни по какой причине. По словам Сонлана, он не присутствовал во время телефонной беседы, не владеет полной расшифровкой этого звонка и ознакомился с текстом этого документа. Только в тот момент, когда он был обнародован и представлен на суд широкой общественности, опять-таки Сонлана планирует заявить, что в этом тексте не фигурирует ни фамилия Байден, ни компания Буризма. Никакой обмен любезностями также там не предполагается. Я со своей стороны отмечу, что в том тексте расшифровки, который действительно был опубликован в сентябре этого года, содержится в частности фраза президента Трампа, который говорит о том, что Америка делает для Украины очень много хорошего, и было бы здорово, если бы Украина ответила взаимностью. Сонлана также много говорила о роли Руди Джулиани. В частности, Сонлана заявила о том, что он очень разочарован тем, что получил директиву от президента США, о том, что Джулиани каким-то образом будет отвечать и быть частью переговорного процесса между двумя странами, по мнению Сонлана, все, что касается переговоров внешней политики Америки, опять-таки ответственности, которая с этим связана, вот этим всем должны заниматься сотрудники государственного департамента, но никак не личный юрист президента США. Эти заявления Сонлана в целом не убавляют ни на секунду огня критики, которую он сейчас подвергается. Так, в его родном городе Портленд, в штате Орегон, его собственные отели сейчас являются местом, где проходят акции протестовых, еще и часто бойкотируют, в первую очередь из-за несогласия с позицией Сонлана, которая была выражена в тех документах, которые были опубликованы. Тут речь идет и о жалобе информатора, которая стала частью общественного состояния и о телефонных переговорах, которые велись между дипломатами Украины и США, и в целом политикой Сонлана по отношению к сбору денег. Сам же Сонланд еще стал фигурантом расследования, которое провели журналисты Washington Post и CNN, отметив, что за последнее время на реконструкцию резиденции посла США в Брюсселе были потрачены немалые деньги, миллион долларов, деньги американских налогоплательщиков. Они предоставили и смету, отметив, что 400 тысяч были потрачены на обновления, связанные с кухней, всяческий ремонт этого помещения, 30 тысяч долларов на новые аудиосистемы, и на 95 тысяч долларов были отреконструированы беседка, и там был организован подогрев. В свою очередь министр энергетики Рик Перри, который также является фигурантом этого скандала, в частности он упоминается в жалобе информатора, поделился тем, что он знает с журналистами издания Wall Street Journal. В частности, он рассказал, что действительно действовал только по директивам Дональда Трампа, что Дональд Трамп рассказывал ему о том, что он обеспокоен уровнем коррупции в Украине, что Руди Джулиани очень тесно работает с администрацией в этой связи. Он также отметил, что Джулиани, дескать, пытался устроить встречу Трампа и Зеленского. Однако одновременно сам Джулиани делился с Перри опасением относительно того, что в Украине очень высокий уровень коррупции, что Украина, дескать, была частью каких-то вмешательств в американские выборы 2016 года, и Перри отметил, что этому не нашлось никаких подтверждений. Если же говорить о том, что происходит в самом Конгрессе, то здесь, конечно, у демократов и у республиканцев, которые занимаются расследованием возможностей объявления процедуры импичмента, очень много работы, они вызывают многочисленных свидетелей. И юристы, и палаты представителей говорят о том, что как никогда им достаточно сложно работать с администрацией. В частности, по их словам, Дональд Трау блокирует отправку документов, которые так или иначе связаны с этим расследованием. Очень много свидетелей не готовы приходить, а их присутствие очень нужно в палате представителей. Ну, а республиканцы одновременно говорят о том, что если демократы палаты представителей поторопятся и сделают свою работу, и разберутся, и приведут голосование по вопросу импичмента до Дня Благодарения, это последний четверг ноября, то они, в свою очередь, сделают свою работу в Сенате по рассмотрению этого вопроса, и попросту этот вопрос там похоронят. Рома. Да, Наталка, спасибо. Я, кстати, должен добавить, что, возможно, претензий к администрации появятся больше. Буквально несколько минут назад исполняющий обязанности главы администрации Трампа Мик Малвенни сообщил, что саммит Большой Семерки в следующем году в июне пройдет на курорте Дональда Трампа в Майами. Так что и напомню, что у демократов это вызвало огромное-огромное возмущение. Сегодня же стало известно о кончении одного из самых ярких оппонентов Дональда Трампа в отношении которого президент не стеснялся в урожениях, но сегодня выразил глубочайшие соболезнования. Речь об Элайджи Каммингсе, 68-летнем конгрессмене от Балтимора, главе комитета по надзору. Приблизительно в 3 часа утра, в четверг 17 октября, конгрессмен Элайджи Каммингс скончался в госпитале имени Джонса Хопкинса из-за осложнений давних проблем со здоровьем, сообщил его офис. Уроженец Балтимора, один из семи детей бывшего фермера, Каммингс стал юристом. И в 1996 году был избран в конгресс от штата Мэриленд. На протяжении 23 лет в законодательном органе страны Каммингс, будучи одаренным оратором, энергично отстаивала интересы малоимущего населения своего округа и добивался снижения цен на жизненно необходимые лекарства для американцев. Став председателем комитета палаты представителей по реформе и надзору, в 2018 году Каммингс возглавил многочисленные расследования деятельности президента Дональда Трампа, членов его семьи в правительстве, за что неоднократно становился мишенью критики президента в Твиттере. Так, летом этого года Трамп назвал округ конгрессмена в Балтиморе «кишающим грызунами бардаком», в котором ни один человек не захотел бы жить. Каммингс ответил, что официальные лица правительства должны прекратить выступать с ненавистническими заявлениями, которые способствуют лишь расколу в обществе и отвлекают страну от реальных проблем. Конгрессмен-демократ на протяжении всей своей политической карьеры боролся за права чернокожего населения США, а в последние годы и детей-мигрантов из Центральной и Латинской Америки, содержащихся в центрах временного пребывания на южной границе. «Мы Соединенные Штаты Америки, самая замечательная страна в мире. Мы те, кто может прийти на помощь в любой стране мира и спасти людей. Так давайте убедимся в том, что у этих детей есть подгузники, что у них есть зубные щетки, что они не лежат на полу, испражняясь в одноразовые термоодеяла из фольги». Выступая в Конгрессе в четверг утром, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что новый законопроект о снижении стоимости лекарств, выписываемый их по рецепту, будет носить имя покойного коллеги. Элайджа Камингс любил повторять, что наши дети — это наши живые посланники в будущее, которые мы никогда не увидим. Он хотел сделать все возможное, чтобы у наших детей было лучшее будущее. «Мы все сегодня скорбим. Я опустошена этой утратой. Сегодня, когда я позвонила его любимой жене Майи, чтобы выразить соболезнования, она озвучила то, что мы все хорошо знаем. Он боролся до конца. Не только за свою жизнь, но и за свои убеждения, отстаивая их в Конгрессе США». Никто в Вашингтоне не знает точно, как будет разыгрываться драма с импичментом Дональда Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси даже пока не намерена ставить в повестку формальное голосование о запуске процедуры импичмента. Впрочем, как мы говорили, даже сами постоянные разговоры о действиях Трампа, его поведении, о внешней и внутренней политике заставляют американцев пересматривать свое отношение к идее импичмента. Более половины граждан уже высказываются за отстранение президента от власти, хотя многие все-таки предпочли бы, чтобы это произошло по результатам выборов, а не по результатам импичмента. Судя по расколу в американском обществе, где республиканцы готовы стоять стеной за Трампа, не скрывают, что готовы голосовать хоть за черта, лишь бы не за демократа, а демократы только спят и видят, как бы избавиться от нынешнего хозяина Белого дома, для обеих сторон важно добиться симпатии независимых избирателей, тех, кто не ассоциирует себя ни с одной из партий, но разделяет отдельные ценности, и тех, и других. Ануш Ави Тисян изучил вопрос. Алисон Стэнсбери и Стив Ричардсон – оба независимые избиратели, как и практически 40% американцев. Она из Мэриланда, где в последние десятилетия на президентских выборах побеждали демократы, а он – из колеблющегося штата Вирджиния. В прошлом на президентских выборах Алисон голосовала за демократов. Стив поддерживал независимого кандидата на пост президента Роса Перро. В 2012 и в 2016 голосовал за кандидатов, представляющих либертарианскую партию. Оба внимательно следят за нынешней президентской гонкой, но ни один кандидат пока всерьез не заинтересовал их. Эндрю Янг – солидный парень. Я знаю много о его идее, о безусловном базовом доходе на уровне тысячи долларов в месяц для каждого гражданина. Также среди демократов мне нравится Элизабет Уоррен. Она искренний, внимательный и разумный кандидат. Я, конечно, согласен с ней не во всех вопросах, но я доверяю ей, так же, как я и доверял Бараку Обаме, хотя и не голосовал за него. Это сложный вопрос для меня сейчас, так как нет ни одного кандидата, за которого я готова проголосовать. Я знаю, что президент должен уйти. Он становится с каждым днем все опаснее. Среди независимых избирателей 57% поддерживают расследование о возможности объявления импичмента Дональду Трампу. По словам аналитиков, именно благодаря поддержке независимых центристских избирателей Трамп одержал победу в 2016 году. Эти избиратели были принципиально важны для Дональда Трампа в 2016 году. Некоторые из тех, кто в прошлом один или даже два раза голосовали за Обаму, отдали в 2016 году свой голос Трампу. Другие в 2012 году проголосовали за Митта Ромми, а в 2016 году за Хиллари Клинтон. Но в общей сумме эти колеблющиеся независимые голоса сыграли в пользу Трампа. А настоящие независимые избиратели определили ход выборов 2016 года, и, возможно, их голоса будут также важны в 2020. Трамп сейчас в очень шатком положении и пользуется меньшей поддержкой этих избирателей. Профессор Американского университета Алан Лихман, который предсказал победу Дональда Трампа, когда в это меньше всего верили, не доверяют опросам общественного мнения, Лихман превратил прогнозирование результатов голосования в науку «13 ключей к Белому дому». Так называется его система, с помощью которой он 9 раз подряд безошибочно сумел определить среди кандидатов следующего президента США. Профессор говорит, что Трамп победит и в 2020 году, если демократы не подвернут его импичменту. По словам профессора, украинское дело далеко не явно. Единственное, что может привести к импичменту президента. Давайте не будем забывать, что не только разговор с президентом Зеленским был назван секретным. То же самое касается его разговора с Саудовской королевской семьей, а также с нашим главным противником, хотя президент так не считает, Владимиром Путиным. Если Конгресс получит доступ к сценограмме этих разговоров, ситуация станет намного хуже. Когда речь идет о независимых избирателях, думаю, мои ключи к Белому дому действительно подчеркивают то, что важно для них. Очень важно, чтобы администрация не была замешана в серьезном скандале. И чтобы не было внешнеполитических катастроф, как, например, во время второго срока Буша-младшего с войной в Ираке. У независимых избирателей Стива и Алисон разные приоритеты на предстоящих выборах. Но оба говорят, что устали от скандалов в Вашингтоне. Они готовы проголосовать за искреннего кандидата, который будет представлять интересы всех американцев, вне зависимости от партийной принадлежности. Вопрос имущественного расслоения игнорируется. Да, у нас низкого уровня безработица, но заработная плата для среднего работника остается неизменной вот уже в течение 30 лет. Еще меня интересуют наша внешняя политика и вопросы эмиграции. Стена на южной границе США – это лишь плохой символ. Мы же нации эмигрантов. Не напраздно же у нас статус свободы? Вопросы здравоохранения очень важны для меня. Я видела, как члены моей семьи и другие люди страдали от нашей медицинской системы. Одна серьезная болезнь, и любой из нас может оказаться на их месте. Наша международная политика становится все важнее и важнее для меня. Ситуация в Турции очень беспокоит меня. Что же дальше? Извините, это очень эмоциональный для меня вопрос. Независимые избиратели, по словам экспертов, часто поддерживают одну из двух основных партий. Однако для кандидатов они остаются хоть и критически важной, но самой сложной и часто непредсказуемой группой избирателей. Ануши Витясян, Дмитрий Шахов, Андрей Дегтярев, Анатолий Кошенко, Михаил Майсурадзе. Настоящее время Америка. Вашингтон. В и без того напряженных отношениях США и России новые проблемы. Сотрудники правоохранительных органов сняли с поезда Ненокса-Северодвинск в Архангельской области троих американских дипломатов. У них, по заявлениям российского МИДа, не оказалось необходимых разрешений на въезд в режимную зону. Посольство США в России заявило, что поездка была согласована с Минобороны России. Надеемся все-таки прояснить ситуацию у нашего корреспондента Александра Веневского, который находится в государственном департаменте. Саша. Ром, привет. Действительно, инцидент произошел в понедельник, однако детали стали известны буквально в последние несколько дней. Согласно сообщениям средств массовой информации, трое американских дипломатов, чьи фамилии хотя и были названы российскими средствами массовой информации, однако ни государственный департамент США, ни МИД Российской Федерации не подтвердил. Их личности были сняты с этого вот самого поезда. И также стало известно, что в государственном департаменте заявили, ограничились очень таким простым заявлением. В частности, говорится, что американские дипломаты находились в служебной командировке и надлежащим образом уведомили российские власти о своей поездке. Российский МИД, в свою очередь, подтвердил эту информацию, заявив, далее цитата, «Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нюнокса-Севердвинск. Видимо, заблудились, готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации». Также на брифинге пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова не забыла упомянуть этот инцидент и заявила, цитата, следующее. «Вместо этого на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками они, американские дипломаты, 14 октября прибыли в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения. Когда американские офицеры туда приехали, на станции их остановил полицейский патруль. Что было дальше, нам стало известно. Является ли, Рома, подобный шаг Москвы ответом на действия Вашингтона в отказе выдачи виз российской делегации для участия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая прошла в сентябре, неизвестно. Мы будем дальше следить за тем, как развивается ситуация. Напоследок добавлю, что американские дипломаты находились недалеко от того места, где в августе произошел очень подозрительный взрыв, в результате которого поднялся на непродолжительное время радиационный фон. Рома, тебе слово. Ну, очевидно совершенно, что и визит военных атташей был именно напрямую связан с попытками расследования инцидента. Напомним, что предполагалось, что там, возможно, испытывается гиперзвуковое оружие с использованием ядерного некого двигателя. Саша, спасибо. Александр Яневский находится и работает для нас в Государственном департаменте. Я должен добавить, что мы сейчас следим в прямом эфире за телевизионными кадрами, которые мы получаем из Анкары. Там с минуты на минуту буквально может начаться пресс-конференция вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео. Напомним, оба находятся в Турции с миссией, с попыткой остановить военную операцию, которую Турция начала в Северной Сирии. Дональд Трамп требовал, чтобы турки прекратили операцию. Реджепт Эйпердоган отказывается. Посмотрим, чем завершились переговоры. Пока поговорим еще об одной теме дня. Президент Беларуси сегодня прокомментировал недавний инцидент задержания в Минске россиянки Анны Богачевой, который находится в санкционном списке США. Он объяснил произошедшие особенностями единой системы проверки, существующей в России и Беларуси. Кроме того, Лукашенко использовал момент, чтобы высказаться о вмешательстве в американские выборы Дональде Трампе и отношениях с Россией. Олейс Кругляков выслушал. Как только появилась информация о содержании в Минской гостинице гражданки России, якобы по запросу США, в соцсетях начали гадать, как быстро ее освободят и как сильно будут извиняться. Освободили и правда довольно быстро. А вот с трактовкой событий произошел разнобой. От подтверждения задержания со стороны беларусской прокуратуры до опровержения со стороны пресс-секретаря президента. Сегодня сам Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области попытался найти некую середину. Вот у нас единая система. Человек, который прибывает в Беларусь, там заселяется и так далее. Мы же айтишная страна, в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под вниманием чьим-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Но когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было. О личности Богачевой подробно написали наши коллеги из Радио Свобода. В частности, о ее работе на фабрику троллей и об обвинениях во вмешательстве в американские выборы. Лукашенко, однако, по этому поводу напомнил, как в 2008 году он сам выслал из Беларуси почти весь дипперсонал американского посольства как раз за вмешательство в выборы. И скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в выборы американские, если даже были бы. Ну, а если кто-то высказывал свою позицию, то надо, прежде всего, начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в Соединенных Штатах Америки. Я тогда открыто поддерживал Трампа. Настойчивость, с которой президент Беларуси в последнее время высказывает заочные комплименты Трампу, вызывает вопрос, а не ревнует ли он к славе Зеленского, который, едва успев избраться, уже попал в первые строки американских новостей. Вполне возможно, что ему хотелось бы получить, так сказать, некий респект со стороны Штатов. И он, в общем-то, его получил. Возьмите вот последний минский диалог, который прошел несколько дней назад, где была масса американских экспертов, в том числе достаточно высокопоставленных, включая таких, как Вершбоу, генерал Ходжес, и где Лукашенко выступил с большой речью. В каких-то реальных пределах он уже получил гораздо большее внимание к своей персоне со стороны Соединенных Штатов. И я не думаю, что он конкурирует с Зеленским. В принципе, при разнице в статусе этих двух стран, разница в статусе лидеров обратно пропорциональна. Зеленский существенно меньше, чем Лукашенко. Впрочем, комплименты в адрес Трампа Лукашенко немедленно сбалансировал реверансом в сторону Кремля, заявив, Россия — это больше, чем страна, это идеология, и ее из меня не вытравить. Вновь демонстрируя чудеса лавирования между восточным и западным вектором международной политики. Я бы так сказал, что это проявление той славной многовекторности, которую я еще иначе называю плюрализмом в одной голове. Фактически его лоббистов в Соединенных Штатах, которые некоторые, которые эксперты, говорят, сравнивают сегодня Лукашенко и роль Лукашенко с ролью маршала Тита, который вот между Западом и Советским Союзом был. Мы вот почему-то Украину не упоминаем, а сегодня Лукашенко и там пытается роль играть какую-то. Да. Так вот, что касается Украины и нейтралитета Лукашенко и Белоруссии, я бы сказал так, что союзник-агрессор миротворцем быть не может. Алис Кругляков, Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Появилась возможность мирного разрешения конфликта и операции, которая началась неделю назад. Я признателен за лидерство Дональда Трампа и доволен теми договоренностями, которые достигнуты на переговорах с президентом Эрдоганом и его командой и теми договоренностями, которые достигли. Я благодарен команде Госдепартамента, который работал вместе с Майком Помпео, Роберту Брайану, который советник по национальной безопасности. Все члены этой команды внесли в свой вклад в достижение этих договоренностей. И это серьезнейший вклад в безопасность в регионе, это серьезнейший вклад в сильные отношения между Соединенными Штатами и Турцией. Ну и, наконец, я хочу выразить свою благодарность миллионам американцев, которые, как я знаю, молились и действительно волновались по всей стране о происходящем. Их сердца и их мысли были направлены в течение всего последней недели. Их молитвы и лидерство Дональда Трампа как раз позволило достичь этого момента и того уровня сотрудничества с Турцией и Эрдоганом, что позволило достичь этих договоренностей. Через неделю после того, как турецкие силы пересекли границу, Соединенные Штаты и Турция добились прекращения огня. Будет пауза на 24 часа военной операции. И Соединенные Штаты проведут переговоры о выводе этих сил. И как только эти переговоры будут закончены, Турция согласилась на постоянное перемирие. Соединенные Штаты будут работать с Турцией и с другими силами по всему миру, с другими странами, чтобы обеспечить мир в этой регионе на границе Турции и Сирии. А сейчас я хочу передать слово Майку Помпео и господин секретаре. Я хочу выразить вам благодарность. Ко всему, что сказано было вице-президентом, я хочу добавить, что осталась масса работы, которая должна быть проделана, и серьезные вызовы стоят по-прежнему перед нами. Сложные условия, и мирные переговоры позволили снять серьезный риск для региона, который возник в результате военной операции. Спасибо, господин вице-президент. Собственно, дальше, очевидно, вице-президент Пенс будет отвечать на вопросы журналистов. Я думаю, что мы на этом можем остановиться, поскольку главное было сказано. Еще раз повторимся, что буквально несколько минут назад на ваших глазах вице-президент Майк Пенс и Майк Помпео, господин секретарь Соединенных Штатов, выслух журналистам, чтобы объявить о достижении договоренности о прекращении огня, прекращении военной операции, которую Сирия начала на территории Северной Сирии. И как заявил вице-президент Пенс, Сирия выведет свои войска из 30-километровой зоны, которой она намеревалась контролировать и обеспечить буфер безопасности. Но еще раз повторимся, повторю то, что сказал Пенс. Сейчас на 24 часа объявляется перемирие, в рамках которой Соединенных Штатов в том числе будут вести переговоры и с Турцией, и с курдами, для того, чтобы обеспечить отвод сил и прекращение огня. Если будут достигнуты положительные решения, то после этого Турция объявляет постоянное прекращение огня и не будет атаковать курдов. Таковы главные достижения. Кстати, отмечу, это важный момент, что буквально за три минуты до начала пресс-конференции Дональд Трамп написал у себя в Твиттере, что получил отличные новости из Сирии. Я хочу процитировать. Он написал, great news, простите, отличные новости из Турции. Я оговорился, отличные новости из Турции. Пресс-конференция начнется через несколько минут. Спасибо президенту Эрдогану, миллионы жизней будут спасены. Это цитата. Очевидно же, уже завтра поговорим со всеми экспертами о реакции в Соединенных Штатах на вот этот прорыв и на то, что все-таки вице-президенту Пенцу удалось убедить турков пойти на перемирие. Теперь поговорим о новостях экономических. На прямой связи из Нью-Йорка наш штатный экономический обзыватель Борис Кольцов. Боря, не знаю, успел ли ты вообще в принципе посмотреть на какую-то реакцию, учитывая, что теперь снимаются угрозы санкций, снимаются угрозы торговой войны между двумя крупнейшими партнерами. И в принципе снимается вот эта напряженность, по крайней мере, в этом регионе. Ром, привет. Пока нету признаков, специально следил, вот пока шла вот эта прямая трансляция, следил за индексами биржевыми. Они остаются примерно на том уровне, на котором в течение всего дня, после того, как пришли новости позитивные о возможном завершении вот этой всей непонятной ситуации с Брекзитом, с выходом Британии из Евросоюза. Понятно, что еще там есть что утверждать, но тем не менее, сегодня биржа на это реагирует позитивно как в Европе, так и здесь. И второй момент, это, конечно же, сегодня отчеты, которые также подталкивают биржевые индексы вверх. Сейчас и NASDAQ, и S&P 500 примерно на треть процента в плюсе, Dow Jones ниже. И очень активный рост перед открытием рынка демонстрировал Netflix, который отчитался вчера после закрытия торгов. Аж на 8% их акций подскочили, сейчас удерживаются все еще в пределах 3,5% в плюсе. Связано это с тем, что показали они большее количество подписчиков, чем ожидали аналитики. И этот рост, тем не менее, присутствует, несмотря на то, что Netflix признает впереди трудные времена, поскольку конкуренция в потоковых сервисах возрастает, цена у них высокая. Они признают, что теряют из-за 13 долларов подписки в США подписчиков здесь. Но, тем не менее, подписка в мире у них все-таки растет, количество подписчиков. Это вдохновляет инвесторов и также их вдохновляет то, что Netflix, как и прежде, планирует миллиарды долларов тратить на новый контент, на производство новых фильмов. И вот поэтому считают, что есть потенциал у этой компании, достаточно молодой, но опытный, чтобы противостоять вновь образующимся конкурентам. И также сегодня растет Морган Стэнли после того же отчета, который превзошел ожидания аналитиков. И, в общем-то, как один из крупнейших американских банков, Морган Стэнли демонстрирует уже проявленную тенденцию на этой неделе, когда отчитывались другие крупные банки и также росли. Я думаю, все будет гораздо сложнее, если мы не увидим одобрения с этой стороны, если проект не получит одобрения США. Если так случится, это часто вдохновляет регулирующие органы других стран на более пристальное внимание, в общем, дополнительные нервы. Инвесторы обычно негативно реагируют, когда что-то подобное начинается в США, а иногда и экспортируется. В общем, им лучше найти способ решить эти проблемы или, по крайней мере, не усугублять. С другой стороны, многие участники криптовалютного рынка – бывшие налоговые резиденты США и, вероятно, не хотят попасть в зону пристального внимания американских регуляторов. Таким образом, существует сценарий, при котором, хотя и с потерями, но эта криптовалюта может выжить, несмотря на возможное жесткое решение со стороны американских властей. Наши режиссеры заставили нас начать говорить о той теме, которую мы вообще предполагали, но эксперт вышел не в том месте. Борь, давай поговорим и объясним, собственно, нашим зрителям, о чем идет речь. Да, главная, наверное, история этой недели – вот этот скандал, судебные запреты вокруг криптовалюты от Павла Дурова и мессенджера Telegram. Да, начнем немножко с конца, потому что тот комментарий, который мы слышали от нашего постоянного эксперта Макса Вольфа, касался моего вопроса к нему о том, влияет на реализацию этого проекта с запуском блокчейн-платформы Telegram Open Network возможный запрет американским инвесторам участвовать в этом проекте. И вот Макс как раз считает, что есть и плюсы, и минусы в этом. Ну, собственно, все уже прозвучало. А что касается новостей, то появилась, во-первых, дата возможного переноса запуска этой блокчейн-платформы с 31 октября на 30 апреля. Насколько следует из письма распространенного Telegram уже людям, вложившимся в этот проект, они рассчитывают за эти полгода решить все судебные вопросы. Они настроены решительно, считают, что претензии комиссии по ценным бумагам и биржам не оправданы. Они были с ними в постоянном контакте на протяжении всего того времени, что реализуется этот проект. Поэтому вот такая инициатива судебного запрета была для Telegram удивительной. Помимо этого, Telegram готов тем акционерам, которые, тем, кто уже вложился в их коины ГРЭМ, и они не готовы будут ждать запуска платформы, вернуть примерно 77% от вложений. Напомню, что общие вложения составляют 1 миллиард 700 миллионов долларов на данный момент. Конечно, безусловно, любопытная история, за которой следят все энтузиасты криптовалюты, в принципе, представители индустрии, учитывая, какое внимание и вообще, какой пиар вокруг всего этого проекта Павла Дурова. Боря, спасибо. Будем следить за развитием этой истории. Может быть, кто-то из американских, наконец, инвесторов проявится и захочет поговорить. Спасибо, Борис Кольцов, наш штатный экономический обзреватель из студии «Настоящего времени» на Манхэттене. В Вашингтоне на Международной конференции по глобальной экономике, проводимой каждые полгода под эгидой МВФ и Всемирного банка, сегодня обсуждают проблемы международных экономических, особенно торговых связей. На форуме работает Вадим Оленчев, он в прямом эфире. Вадим, тебе слово. Приветствую, Роман, спасибо. Ну, сегодняшнюю программу экономического форума, который проходит всю неделю здесь, в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне, можно было бы озаглавить как день высокопоставленных фигур, потому что сегодня мы побывали сразу на двух пресс-конференциях руководителей крупнейших этих двух финансовых организаций. Первую пресс-конференцию провел президент Всемирного банка Дэвид Малпас, а вторую управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. И вот к ней, к ее персоне было даже особое внимание сегодня, потому что это первая пресс-конференция госпожи Георгиевой в роли управляющего директора Международного валютного фонда. И она показала себя как человек нелишенный сентиментальности и чувства юмора. Например, открыла свое выступление госпожа Георгиева цитатой из Александра Пушкина, как она сказала, ее любимого поэта. И я нашел это место потом на русском языке. Оно звучит так. «Дохнул осенний хлад, дорога промерзает». Это из стихотворения «Осень». Вот этой фразой глава МВФ обозначила ситуацию, которая складывается сейчас в международной, в глобальной экономике. По ее словам, происходит всеобщее торможение экономического роста. Ну, я подчеркну, это еще не спад, ситуация еще не негативная, но это заметное замедление темпов роста. Давайте послушаем, что сказала об этом сама глава МВФ. «По объему волового внутреннего продукта 90% стран мира испытали замедление экономического роста. Глобальная экономика сейчас находится в синхронном торможении, которое обусловлено падением торгового оборота и неясной политической ситуацией. Здесь, как пример, можно упомянуть Brexit. Так, в 2019 году снижение общего экономического роста было продиктовано торговыми разногласиями, а также спадом в некоторых странах с крупной экономикой. Наши пути решения этих проблем должны быть основаны на принципе всеобщего сотрудничества». Также об этих проблемах говорил на другой пресс-конференции руководитель Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. Но он, правда, отметил еще и позитивные тенденции, которые сейчас наблюдаются. Если есть возможность, давайте послушаем отрывок из его выступления. Объем промышленного производства в мире сейчас недостаточный, торговая активность снижается. Вызовы, которые бросает нам изменение климата на планете, подрывают экономическую устойчивость бедных стран еще больше. На этом фоне наша цель – снизить уровень нищеты в мире и расширять всеобщее благосостояние – становится еще более труднодостижимой. Примерно 700 миллионов человек на планете, то есть каждый 12-й, живут в нищете. Но есть и хорошие новости. Для таких стран по-прежнему возможен большой подъем экономики при условии, что они возьмут на вооружение грамотно выработанную экономическую стратегию. Какие же меры призывают руководители Международного валютного фонда и Всемирного банка осуществлять руководителей государств на государственном уровне? Они говорят, что прежде всего это должно быть более активное международное сотрудничество. То есть ни одна страна в нынешней глобальной экономике не может справиться со своими экономическими проблемами без участия других сама по себе. Ну а вторая часть, вторая рекомендация – это чтобы создать более устойчивую торговую систему, необходимо устранить все торговые барьеры. И в первую очередь торговые пошлины, такие, как сейчас действуют между, например, Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республики. Все эксперты, кого я слышал, кого я слушал здесь на форуме, говорят за то, что их обязательно нужно отменить. Так что вопрос теперь заключается в том, прислушается ли к этим рекомендациям администрация Белого дома и решит ли лично президент Трамп последовать им. Роман? Вадим, спасибо. Вадим Оленьчев работает на экономическом форуме, который проводится в Вашингтоне под эгидой Всемирного банка и Международного валютного фонда. Но отвлечемся уже от большой политики, экономики, новостей о которых сегодня, безусловно, масса, поговорим о другом. Излюбленное дело многих СМИ составляет рейтинги самых красивых знаменитостей в мире. Правда, обычно эти рейтинги обвиняют в субъективности, поскольку обычно они составляются путем голосования. Но вот к очередному подобному списку красоты придираться будет сложно, поскольку он основан на научном исследовании. Это кто ж с точки зрения науки всех милее, знает Карин Бафраджан. Самой красивой женщиной мира признали Беллу Хадид. Найти идеал красоты решил британский пластический хирург Джулиан де Сильва. Он провел исследование, которое показало, что лицо американской модели максимально приближено к золотому сечению. Он рассчитал пропорции лица, измерив расположение губ носа, подбородка, лба и челюсти. Как выяснилось, именно у Хадид это соотношение наиболее близко к идеалу, а точнее на 94%. Правда, в своем исследовании хирург не отмечает, что Хадид прибегал к пластике, чтобы изменить форму носа. На втором месте рейтинга оказалась певица Бейонсе, до идеала ей не хватает 7%. Актриса Эмбер Хёрд заняла третью строчку, ее нос хирург назвал идеальным. На рейтинг, конечно, не могли не отреагировать модные издания, так и американский Харперс Базар усомнился в необходимости подобных исследований, подчеркнув, что настоящая красота не в идеальных пропорциях, а в изъянах, которые делают людей уникальными. А вот компании Netflix сейчас не до красоты. На них подали в суд за клевету. Причиной конфликта стал фильм стриминговой платформы «Прачечная» Стивена Содерберга. Картина рассказывает о скандальном панамском досье, а точнее о базировавшейся в Панаме юридической фирме Массак Фонсека, которая помогала влиятельным и богатым людям мира проводить финансовые махинации. Основатели фирмы Юрген Массак и Рамон Фонсека, которых в фильме сыграли Гарри Олдман и Антонио Бандерас, подали иск в окружной суд США в штате Коннектикут. В заявлении говорится, что лента очерняет истцов и показывает их как безжалостных юристов, которые вовлечены в отмывание денег и другие преступные деяния. Через два года после того, как была обнародована утечка секретных панамских документов, свидетельствующих о том, что компания оказывала клиентам помощь в переводе крупных денежных сумм в офшоры, Массак Фонсека была закрыта. Ни Netflix, ни создатели фильма ситуацию пока не комментируют. Молчание хранит и Джона Хилл, чье имя последние месяцы регулярно появляется в прессе. Стало известно, что актер все же не сыграет в новом Бэтмене. В сентябре все ведущие СМИ написали, что именно его выбрали на роль злодея. И хотя ни киностудия Warner Brothers, ни сам Хилл официально новость не подтверждали, кинокритики и поклонники актера хором одобрили такую кандидатуру. Но выяснилось, что стороны не сумели договориться об условиях контракта. И сейчас команда Бэтмена вновь в поисках идеального антигероя. Элтон Джон поделился своими переживаниями. В интервью журнала GQ он признался, что абсолютно разочарован недавним ремейком Короля Льва. Напомню, что за музыку к оригинальному мультфильму певец в свое время получил Оскар. Создатели фильма испортили музыку, сказал певец. Но он также добавил цитата. В мультфильме она играла куда большую роль, чем в новой версии. Магия и радость исчезли. Музыкант также пожаловался, что хотел принимать участие в новом Короле Льве, но продюсеры решили ограничить сотрудничество в результате. Он написал лишь одну песню, которая играет в финальных титрах. На сегодня у меня все. Роман, тебе слово. Да, Карина, спасибо. Карина Бафраджан с новостями шоу-бизнесом. Спасибо, что были с нами. Это был час новостей из Вашингтона. Еще раз повторимся, несколько минут назад нам стало известно со слов Майка Пенса, что объявлено перемирие, прекращение огня на границе Турции и Сирии. Все подробности в эфире настоящего времени сразу после нас. Итоговая вечерняя программа. Не переключайтесь. И вот так вот 30 лет. Беда проклятия этой деревни. Тут был массовый психоз переселиться в Иваново от этой разрухи. И они приезжают сюда покуролесить, водки попить. Боже, спаси Христе Боже. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!